Продолжение следует... Спору суждаем об уровне экспрессии, показаниях применения иммунотерапии и разберём мутационную нагрузку. Итак, начнём. Как уже было сказано, согласно современной классификации, рак желудка делится на четыре молекулярных подтипа. Это генетически стабильный подтип, хромосомно-нестабильный подтип, микростелитный нестабильный подтип и вирусобштейн-бар ассоциированный подтип. При этом два из четырёх подтипа обладают высокой иммуногенностью, что свидетельствует в пользу того, что может быть особенно эффективна иммунотерапия. Итак, первый маркёр — это микростелитная нестабильность. Микростелитная нестабильность в случае операбельного рака встречается в 22% случаях. В случае метастатического рака не превосходит 5-8%. Развитие данного подтипа обусловлено наличием метерлирования генов системы репарации неспаренных оснований ДНК, высоким уровнем экспрессии генов регуляторов метатической активности. Каковы методы определения микростелитной нестабильности? Важно помнить, что для заболевания желудка, ДНК желудка, мы в своей практике можем использовать как ПЦР-исследование с фрагментным анализом, так и ГХ-исследование. Также метод, который конкордантен двум вышеперечисленным — это НЖС-секвенирование. Таким образом, мы спокойно можем отдавать на анализ микростелитной нестабильности в лаборатории, которая есть в клинике. Зачастую в каждом центре отработан один из методов, который наиболее часто используется. Либо фрагментный анализ, либо ГХ. При раке желудка мы можем использовать оба метода. Мы знаем, что микростелитная нестабильность является прогностическим маркером эффективности иммунотерапии ПЕМБРОЛИЗУМАБом вне зависимости от мазологии. И ПЕМБРОЛИЗУМАБ по результатам исследования был зарегистрирован для второй линии иммунотерапии в случае МСАЙХАЙ солидных опухолей. Что же касается рака желудка, при применении иммунотерапии ПЕМБРОЛИЗУМАБом, монотерапии ПЕМБРОЛИЗУМАБом на второй линии, частота объективного ответа составила 46,7%. Это на самом деле очень большие показатели для терапии рака желудка. И, соответственно, у нас в клинических рекомендациях есть опция, зарегистрированная применение иммунотерапии ПЕМБРОЛИЗУМАБом в случае наличия высокой уровня микростелитной нестабильности во второй линии. Что же касается первой линии терапии? Анализу эффективности иммунотерапии первой линии посвящено исследованию КЕНОТ-062. Но мы все помним, что данное исследование, к сожалению, оказалось негативным. Однако в данном исследовании был проведён анализ именно в подгруппе больных с высоким уровнем микростелитной нестабильности. И что было показано? Что при наличии высокого уровня микростелитной нестабильности показатели общей выживаемости двухгодично значимо превышают при применении иммунотерапии ПЕМБРОЛИЗУМАБом в сравнении с только лишь химиотерапией. Соответственно, 71% двухлетняя выживаемость на ПЕМБРОЛИЗУМАБе и 26% двухлетняя выживаемость при применении химиотерапии. Так, при MSI-HI, независимо от экспрессии PD-L1, возможно рассматривать монотерапию ПЕМБРОЛИЗУМАБом. И, возможно, в нашей практике появятся данные опции. Следующий важный клинический вопрос посвящен операбельному раку желудка. Вопрос такой. Но всегда ли нужна химиотерапия при наличии в опухоли микростелитной нестабильности? Либо достаточно проведения только лишь локального хирургического метода лечения? На данный вопрос попыталась ответить подгрупповые анализы двух исследований. Исследование MAGIC, посвященное анализу переоперационной химиотерапии, и исследование CLASSIC, посвященное анализу одевантной химиотерапии. И в исследовании MAGIC и в исследовании CLASSIC было показано, что отсутствует выигрыш в эффективности переоперационной химиотерапии. И если обратить внимание на кривые, то наихудшим показателем общей выживаемости обладали те пациенты, которые имели высокий уровень микростелитной нестабильности, и которым было проведено системное лечение. Переоперационная химиотерапия, либо одевантная химиотерапия. На АСКО в 2019 году был представлен доклан, посвященный метаанализу, объединивших четыре исследования касательно системного лечения операбельного рака желудка. По результатам данного метаанализа было преддемонстрировано, что пациенты с высоким уровнем микростелитной нестабильности обладали благоприятным прогнозом в сравнении со стабильными опухолями. Показатели общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования в данном потепе было выше. Однако при этом же, при анализе только двух исследований Мэджик и Классик, это уже объединённый анализ в рамках метаанализа, было показано, что у пациентов с операбельным раком желудка с микростелитной нестабильностью отсутствует выигрыш в проведении системной химиотерапии. И экспертами конференции Сангалин, которая посвящена операбельному раку желудка и операбельному раку пищевода, ещё в 2018 году после голосования была выдвинута следующая рекомендация, что у данной категории пациентов с высоким уровнем микростелитной нестабильности следует отказаться от проведения лекарственного лечения в пользу только лишь хирургического лечения. Однако в этом году на АСКО в 2021 году был представлен абстракт другого метаанализа. Данный метаанализ был посвящён именно только лишь адювантной химиотерапии. Выполнили его наши китайские коллеги. Они объединили шесть клинических исследований. Вопрос был такой. Выигрывают ли пациенты с высоким уровнем микростелитной нестабильности от проведения адювантной химиотерапии? И по результатам данного анализа авторы делают вывод, что несмотря на наличие микростелитной нестабильности, пациенты с высоким уровнем выигрывают от проведения адювантной химиотерапии. Возможно, наше будущее клинической практики и проведение направления клинических исследований будет состоять в том, чтобы выделить определенную категорию пациентов. Возможно, так же, как в колоректальном раке, в зависимости от стадий, в котором мы, соответственно, можем безопасно отказаться от проведения системной химиотерапии. Также возможна опция проведения системной комбинации химии-иммунотерапии либо иммунотерапии. Такие исследования в настоящее время тоже проводятся. Другой прогностический маркер эффективности иммунотерапии это вирус Эпштейн-Бар ассоциированный подтип. Он встречается до 9% случаев в случае операбельного рака желудка. Среди всех подтипов молекулярно-генетических это наиболее благоприятный подтип. Он характеризуется ранней манифестацией, болеет преимуществами мужчины, опухоль локализуется в антральном отделе. И по своим молекулярно-генетическим характеристикам данный подтип характеризуется высоким гиперметилированием, наличием высокой частоты амплификации PD-L1 и PD-L2, а также амплификации ЕК-2. По своим же патоморфологическим характеристикам что характеризует? Это высокое содержание CD8 опухоль инфильтрирующих лимфоцитов и высокая экспрессия PD-L1. Данные, соответственно, молекулярно-генетические и патоморфологические характеристики свидетельствуют в пользу того, что данная опухоль высокоиммуногенна. Да, действительно, при проведении оценки эффективности пембролизумаба в зависимости от уровня MSI, EBV и PD-L1 было показано, что у всех пациентов высоким уровнем с EBV-позитивной опухолью был зарегистрирован объективный ответ при применении иммунотерапии. В настоящее время данный маркер не входит в наш рутинный набор маркеров при назначении лечения пациентов с раком желудка. Каковы методы определения вируса Epstein-Barr? Это золотой стандарт, это гибридизация NC. Тут также может использоваться ИГХ-исследование. В клинических исследованиях опробируется использование циркулирующей опухоли ДНК вируса Epstein-Barr. И в настоящее время запущено большое число исследований, в которых анализируется именно эффективность различных иммунопрепаратов в зависимости от наличия вируса Epstein-Barr по типу рака желудка. Переходим дальше. И третий маркер, предиктивный маркер эффективности иммунотерапии, это экспрессия PD-L1. Мы знаем, что в нашей клинической практике мы имеем различные скоры для определения позитивности PD-L1. И в разных нозологиях используются, соответственно, разные сколы. Так, метод оценки PD-L1 при немногоклеточном раке легкого – это TPS, доля экспрессирующих PD-L1 из жизнеспособных опухолевых клеток среди общего количества опухолевых клеток. В нашем же случае при раке желудка мы используем CPS, Combined Positive Score. Это количество окрашенных PD-L клеток опухолевых и лимфоидных по отношению к общему количеству жизнеспособных опухолевых клеток. Как к этому пришли? Демонстративным являются результаты анализа, которые были проведены в исследовании Checkmate 032. Напомню, что это исследование посвящено анализу эффективности иммунотерапии в качестве терапии третьей линии у пациентов с метастатическим раком желудка. И в поданализе анализировалась частота ответа и эффективность, оцененная по общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования в зависимости от экспрессии PD-L1, измеренной различными скорами. Обращать на себя внимание, что если мы смотрим TPS и уровень экспрессии PD-L1 меньше 1, мы получаем частоту объективных ответов в позитивную 20%, при частоте TPS позитивной экспрессии больше 1, частоту объективных ответов 40%, отсутствует какая-то корреляция эффективности от, соответственно, TPS. При анализе же экспрессии PD-L методом CPS мы видим, что с увеличением экспрессии от 1, 5 и 10, более 1, 5 и 10, мы увидим увеличение частоты объективного ответа. При, соответственно, скоре позитивной экспрессии PD-L1 больше 10, частота объективного ответа 55%. Таким образом, CPS стал использоваться в дальнейших исследованиях как метод выбора для стратификации. Также это было показано не только по частоте объективного ответа, но и в результатах общей выживаемости это отразилось. Мы видим, что при PD-L1 котов более 10, кривые расходятся наиболее значимо. Таким образом, необходимо оценивать PD-L1 в комплексе, а не только в опухолевых клетках. Что же касается наших рекомендаций к лечению? Анализу иммунотерапии в первой линии рака желудка посвящено исследованию Checkmate 649. В данном исследовании анализировалась комбинация Niva Lumaba с химиотерапией по схеме Xelox и Folfox в сравнении с химиотерапией, соответственно, Xelox или Folfox. Пациенты с метастатическим раком были рандомизированы, и фактором стратификации была экспрессия PD-L1, также COG-1 и варианты химиотерапии. Первичная конечная точка в данном исследовании была CPS больше 5. Сразу заложено вторичные конечные точки показатели общей выживаемости и выживаемости до прогрессирования в CPS больше 1, 10 и больше 10. И по результатам данного анализа мы видим, что первичная конечная точка достигнута. применение комбинации неволумаба с химиотерапией по схеме Xelox и Folfox статистически значимо преобладает показателем общей выживаемости применения лишь химиотерапии. При анализе, соответственно, подгрупповом, в зависимости от экспрессии PD-L1, мы видим, что несмотря на то, что эффект был зарегистрирован среди всей популяции пациентов, наибольший эффект был зарегистрирован именно при CPS больше 5 и при анализе общей выживаемости, также и при анализе выживаемости без прогрессирования. Анализу иммунотерапии во второй линии лечения метастатического рака желудка было посвящено исследованию Checkmate 061. В данном исследовании пациенты были рандомизированы после прогрессирования на первой линии химиотерапии рака желудка препараты, которые получали препараты платины и фторпирамидины, и рандомизация была проведена на группу пембролизумаба в монорежиме и группу поклитоксел в еженедельном режиме, фактор стратификации CPS1. И по результатам данного исследования наибольший выигрыш был зарегистрирован именно в группе пациентов CPS больше 10. И по результатам данного анализа пембролизумаб рекомендуется к применению во второй линии терапии рака желудка CPS больше 10. Анализу иммунотерапии третьей линии посвящено исследованию Кенот 0.59 и Этрекшн 0.2. В исследовании Этрекшн 0.2 анализировалась иммунотерапия неволумаба вне зависимости от экспрессии PD-L1 и были получены позитивные результаты. В исследовании Кенот 0.59 анализировалась терапия в зависимости от экспрессии PD-L1 и наилучшие результаты были получены при экспрессии CPS больше 1. Таким образом пембролизумаб рекомендуется к применению в третьей линии лечения аниволумаб при экспрессии CPS больше 1. Аниволумаб вне зависимости от экспрессии PD-L1. Важный клинический вопрос как мы часто должны определять экспрессию PD-L1 Мы знаем, что рак желудка это очень гетерогенное заболевание которое экспрессия маркеров PD-L1 может меняться в процессе лечения и также может меняться в зависимости от того измеряемой PD-L1 в первичном очаге либо в метастатическом. Анализу этого вопроса было посвящено исследованию группы авторов из университета Чикаго и было показано что конкордантность составила всего 61% при измерении экспрессии PD-L1 в опухолепервичном очаге и при анализе метастатического очага. и в 88% случаев опухоль оставалась в PD-L негативной при анализе первичного очага и метастаза и только в 42% оставалась PD-L позитивной. Также меняется экспрессия PD-L1 после проведения химиотерапии. Конкордантность составила всего лишь 63%. 61% PD-L негативных опухолей остается негативно и 64% PD-L позитивной опухоли остается позитивно. Какой вывод из всего вышесказанного, что PD-L1 желательно бы перепроверять. Также перспективной опцией является анализ мутационной нагрузки. Таким образом в нашей рутинной клинической практике мы можем как маркеры иммунотерапии предиктивной использовать микростелитную нестабильность и позитивный статус опухоли PD-L1. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...